Видео, видео, надо стабилизировать видео. Так, все вроде, все вроде. Магия, магия, волшебство. Привет, друзья. Приветики. Хочу вам показать наклеечки новогодние свалбери. Смотрите, какие они миленькие. Какие они маленькие. И они разные. Свалберис. Так, свалберис раз показала. И еще вам хочу показать вот такую милую кисточку. Милстек. Вот такую тоже свалберис. Посмотрите. Это резиновая такая маленькая кисточка для лепки. Для всякого. Если вам все это надо, знайте где найти ссылочки. Правильно, в моем телеграм-канале. Я хитрая. Я здесь ссылочки оставлять не буду. Я хочу, чтобы вы переходили в мой телеграм-канал. И там будут ссылочки. Там будет общение. Так что я вас там жду. Сегодня у нас живая озвучка, как вы поняли. Я не могу в видео снимать обзор за 5 минут. Как девочки умудряются за 5 минут снять обзор, выкраску, мастер-класс? Я так не могу. Соколова с годами не меняется. Так что заварите себе чего-нибудь вкусненького. И поехали. Сегодня у нас на обзоре торговая марка Борнприти. В этот раз она ишла очень-очень долго. Очень-очень долго. Не буду называть причины. Но ишла она долго. Но вам хочу сказать, что это все пришло с официального сайта. Но вы-то у меня молодцы. Вы-то у меня крутые. И вы прекрасно найдете эту марку на других, любых других площадках. На Алике. Найдете в маркетплейсах. Найдете еще, где вы найдете. В мультибрендовых магазинах тоже найдете. Но, чтобы китайчики остались довольными, я, конечно же, ссылочку оставлю. А вдруг из вас кто-то заказывает иностранные сайты. Так что тоже может пригодиться. Но вы поняли, да? Вы молодцы, вы знаете, вы все поняли. Обзор у нас сегодня будет вот такой небольшенький. В этот раз они зажали. Зажали, зажали материал. В этот раз у нас общения вообще не получилось. Они мне предлагали то, что у меня уже есть. Я говорю, у меня уже есть это, не надо. Они предлагают, а я соглашаюсь или не соглашаюсь. Я начинаю что-нибудь свое им предлагать. И они такие, ну нет, возьмите это. Короче, у нас разговор был очень длинный. И в итоге я психанолога говорю, что пришлете, то и прочтете. Правду говорю, господи, ну надо же. Но все равно у меня было желание. И она, они, это Эмили, там ее девушка, Эмили, которая мне это все присылает. Она с милостью велась и решила, наверное, на то прислать, что я заказала. Вот эту вещь я заказала, она уже мне не актуальная, потому что эта посылка шла долго, почти два месяца. И у меня уже есть, есть уже материал подобного плана. Но все равно, посмотрите, как это написано. Шесть в одном. В смысле шесть в одном? Это, так, давайте пальцы загибать. База, топ, укрепление, наращивание, что еще, что еще, а что еще? А, типсики мы на это приклеиваем. И шестое, 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 это растекашка. Вы представляете, прям шесть в одном. Объемчик здесь, сколько? Пятнадцать миллиметров, большой объемчик. Брала я для того, чтобы типсики наклеивать, но у меня уже есть материал, который я использую для наклеивания типсиков. Это такое, это как база, это такое густое, тянущее, запаха вообще никакого нету. Так что вот так прозрачное, и вот там вот оно прямо такое густенькое. Можно даже чем-то таким выковыривать. Так, сейчас это будем, попробуем, попробуем. Но меня интересует больше как растекашка. Но для растекашки, я смотрю, он какой-то густоватый. Как вы думаете? Далеко не уходи. А, кстати, смотрите, что я нашла в своих кулуарах. Боже, были времена формула профи. Ручку мне такую присылала когда-то. А это, оказывается, стилус. А я забыла. Как круто. Теперь я могу по своему смартофону вот этой ручкой возюкать. Она такая, как я люблю. Ну, нет, я люблю, конечно, потолще ручки. Но это стилус, прикиньте. Вот так вот. Что? Раскидываем, разбрасываем, убираем. Вот такая штука. Называется типсорез. Когтерезка. Ногтерезка. Как хотите, так его называют. Это катер. Это... Как он еще называется? Как его еще назвать? Катер. Катер. Ну, короче, это для того, чтобы укорачивать. Больше похоже на собачью кахтерезку. У меня был соблазн распаковать, но я думаю, ну-ка, дождитесь вы меня. Дождитесь, и мы вместе откроем, да? Здесь оно запечатано. И поэтому я такая, опа, дай-ка я открою. А потом думаю, нет, я вместе с девочками открою. Открою, открою. Вот так вот отрежу и открою. Зачем? А зачем они так уже паковали? Кстати, ну, не показываю вам запаковку на посылку. Это я распаковала, потому что она так давно нашла. Думаю, долго, давно, долго шла. Думаю, если там что-нибудь испортилось, протекло, смысл вам ее показывать. Так, давайте достану. Мазею. Опа, вот это вы видели, он стрельнул. Так убить может. Это я выбрасываю уже, это мне не надо. У меня есть такой, который я купила еще на восходе своей карьеры. На восходе своего маникюрного. Ёшкин кот, какая это ерунда. Посмотрите, а что его подкашивает? Его в сторону уводит. Ладно, отвлеклась я. У меня есть, он уже старенький, старенький, прям бывалый-бывалый. Потому как он, еще когда я начинала наращивать ногти, и типсы у меня были для наращивания, хотя я типсы, конечно, использовала, не знаю, раз-два, наверное, для наращивания. Но все равно купила его, потому что сказали, что он надо до зарезу. Но в любом случае я все равно ими отстригала длинные ногти, когда клиенты перехаживали, а фрез хороших в то время не было. У меня точно такой же металлический, у меня точно такой же. Вы много раз его видели, но этот красивенький. Я решила заменить, потому что мой уже тупой, сильно тупой. А я не знаю, затачивают их или нет. Надо узнать у заточников, затачивают они или нет. Здесь вот он такой пружинистый, добротный, хороший. Сейчас отрыжем кусочек. Вот он сильно похож на собачьи когтерезки, видите. А почему бы не сделать вот такой вот, да, вот такой вот ножик, вот таким полукругом. Ну, понятное дело, ты ноготь сюда вставляешь, а потом, когда отрезаешь, ноготь начинает прогибаться и выравниваться под эту штуку. Что, прям в начале видео отрежем и посмотрим, как оно отлетит мне в глаз. Короче, нет, я не буду отрезать, вы прекрасно знаете, как оно работает. Он вроде как острый, потому что прям уже зацепился. Вот, поэтому у меня видео длинное, потому как я могу очень долго рассказывать, очень долго показывать и очень все подробненько, вот так. Так, эту бумажку можем использовать для палитры, если что. Ладно, поехали, поехали дальше. Дальше что у нас, эту я штуку вам показала, тестировать сейчас будем. А дальше у нас просто-просто-просто вот такие вот штучки. Я не помню, их было 4 в комплекте или их было 5. Это вот такие вот тюбики, по ощущениям полупустые, которые называются вот так 5D Solid Gel. Это желтый, этот оранжевый, этот голубой, а этот прозрачный с вкраплениями. По 8 миллилитров. Я забыла взять палитру. Юшкин кот. Нос я уже в него, конечно, засовывала. И это для дизайна ногтей, это не для наращивания, это для дизайна ногтей. Вот такие вот носики у них. Вы можете прям из носика выдавливать прям на ноготь, если хотите. Можете на палитру. На что это похоже? Если кто-то когда-то знакомился с торговой маркой Эми, у них были джемтигели. Вот это что-то типа того. Только у торговой марки Эми были джемтигели с блёсточками, а это без ничего. Так пойду я за палитрой. Опа, приехали сюда на беленьком. Ой, простите, бликует эта фигня. Выдавливается очень тяжело. Кстати, покажу вам вот это вот содержимое. Скорее всего этикетка отвалится, потому что держится оно вот так. Если надо, читайте, скриньте, понимайте. Поехали. Значит, жёлтенькие я нанесу на палитру. Выдавливается тяжело, тяжело. Можно прям вот этой вот колбаской нанести прямо на ноготь, потому что это модные современные дизайны, которые я не понимаю. Во, видали? Для объёмного дизайна, для того, чтобы выделить какие-то объёмные части дизайна. Это вот как раскрашивать. Помните, мы раскрашивали всяких букашек, всякое там им объёмчики добавляли. Но это были слайдеры специальные, и их надо было раскрашивать, добавляя вот это вот красивое. Я вам всё это уже показывала. Кто со мной давно, я должна знать. Этот вот такой вот оранжевый. О, видите, прям колечко можно наноготь. Опа. Как поставила, так и стоит. Никуда не уплывает. В любом случае, надо будут промежуточные просушки. Так, вот я закрываю. Это у меня какой фонарь светит, ёшкин кот? Я не понимаю. Это с потолка, это отсвечивает. Голубой. Пальцы можно сломать. Ничего в нём нет или что-то есть. В голубом, по-видимому, что-то есть в голову. Нет, не видно. Ну, в любом случае, вы можете подмешать сюда всякое блёсточки, хлопья, ёлки, что хотите, сможете подмешать, если вам это надо. Давай уже отцепися. О, привидение. Прозрачный и с чёрными вот такими вкраплениями. Ну, куда же без вкрапления, никуда. Ну, выдавливается, блин, ногой надо выдавливать. Фу, или выдавила. Ну, в принципе, красивые цвета, такие красивые. Красный какой-то ещё есть или должен быть. Классненькие такие штучки. Ну что, давайте это всё попробуем, попробуем сделать, да? На типсик цвет нанесу тоже от Бурн-Претти. Пусть порадуются, да, ребята, что я именно их материалом работаю. Вот такой вот голубенький. Два нанесу. У нас же четыре цвета. Тем более голубенький хорошо наносится. Синий-голубой. Красивый цвет. И чтоб не возиться с цветничком, я нанесу два. У нас же тут четыре штучки. Пусть у нас будет два вот таких голубеньких. Хорошо, наносится. Я бы хотела ещё попробовать из их коллекции, из этой, каких-нибудь других цветов. Но у них же не выпросишь. Они же денег за это не платят, но при этом ковыряют. Надо это им на обзор. Не надо. Я это беру только потому, что мне интересно. Как только у меня пропадёт интерес это всё вам показывать, Я это даже, знаете, не буду сожалеть, если они скажут, не будем вам ничего присылать. Отправлю в лампу. Ещё один голубенький. Там, кстати, мне в Альбересе должна прийти очень крутая паутинка. Она уже меня ждёт. И сейчас, если Константин будет идти, он мне прорвёт видео, потому что я ему код не сказала. И он будет звонить, спрашивать, какой код. Так что паутинку я вам ищу. Я надеюсь, она классная. У меня чёрная есть. Я заказала белую, потому что у меня белая вытекла. Как-то непонятно. И противно это всё вытирать не хочу. Потратить больше салфеток на это вытирание и жидкости. И там её осталось, ты в белой паутинке. Мало. Выкину и всё. Так, всё. И вот такая у меня ещё серия есть. Розовенький. Ну, тут хорошо будет сочетаться с розовеньким. Это номер вот такой. Вот номер 17. Какая-то такая серия. Если захотите, найдёте. Такой вот нежно-розовенький. Такой, какой вы его видите, так персиково-розовый. Но кажется он или такой же плотный, я уже чуть не помню. А, да, такой же плотный. Это серия густых таких лаков, которые надо наносить и ждать, чтобы распределялось. Ну вот я нанесла в один слой и камера сразу переврала, потому что на камере он более бледно выглядит. На самом деле выглядит поярче. Но я попытаюсь цветовую эту подкрутить, чтобы было достоверно. Люблю эти пимпочки. Не люблю в типсах. А пилочка какая у меня. Короче, найти не могла. Такую нашла. Кстати, а вы знали, что нужно обязательно перемешивать все средства? Все абсолютно, любой абсолютно компании матовой нужно перемешивать. И перемешивать надо базы, надо перемешивать топы. Все надо перемешивать. Современные материалы, они, конечно, хорошие. Они не отслаиваются, но они все равно расслаиваются. У них может там, ну короче, ладно, я как-нибудь расскажу эту историю. Лучше перемешивать. И геллаки плотные тоже перемешиваем, потому что пигменты седают. И когда вы уже в конце начинаете его наносить, там пол бутылька у вас осталось, он перестает у вас просыхать, это потому что сконцентрировался пигмент, вы плохо перемешивали. Современные виды дизайна, которые я не особо понимаю, поэтому, поэтому что? Поэтому сделаю, как вот, как девочки-то делают, я не понимаю. Так, вот эти вот штучки отрежу прямо сбоку. Как вы, вот, как вы, сейчас вот хорошо, сейчас, да, делать дизайны. Налепил, что попало. Раньше выбираешь цветовую палитру, композицию, чтобы все сочеталось, чтобы все гармонировало. Цветовой круг. Сейчас, что попало, налепил вокруг. И все, и считается современный вид дизайна. Я не умею так, это, знаете, как переучивать левшу. Поэтому у меня нет таких вот дизайнов. Я не умею их придумывать, я могу подсмотреть. Так что это я честно вам говорю. Ну, сейчас я, сейчас я налеплю. Что налеплю, то и налеплю. Вот так сейчас же модные словечки, да. Поэтому словечки-то возьмем. Желательно более-менее какие-то, это, и культурные, и культурственные. Здесь совсем мелко написано. Но, кто захочет, тот прочитает. Особенно, знаете, любопытные Варвары. Каких-нибудь, каких, каких. В прошлый раз вот это делали, как яичница какая-то, да, получилась? Ну, что похоже, непонятно. Сюда его. И еще какой-нибудь, какой-нибудь такой культурный. Вот здесь каких-нибудь наклеечек. Возьму это слайдер, а это наклеечки. Так, вытаскиваю, потом все складываю, весит. Матовым топом перекрою, потому что хочу сейчас капельки использовать. Для этого нужно либо зашлифовать поверхность, ну, или перекрыть топом матовым. Как перемешать матовый топ? У меня есть вот такая вот штучка. Любой материал можно перемешать вот такой штучкой. Тоже когда-то давно покупала на Алиэкспрессе, чтобы не взбивать пузыри, не болтать между ладоней. Можно перемешать вот таким образом. И матовый желательно не наносить сильно тонко, потому что если у вас дисперсия есть на остаточной липкости гель-лака, то она смешается, если вы тоненько будете наносить, смешается с матовым топом, и у вас не будет чисто матового эффекта, будет такой, как какие-то проплешины будут. Так, это что? Поэтому так, опа, не боимся. Наносим такой слегка даже выравнивающий слой. Этот матовый я вам уже показывала на темных цветах. Сейчас посмотрите, как он выглядит на светлых оттенках. Матовый торговый марки Z-Color, он настолько светочувствительный, что лучше отворачивать лампу от пузыречка, от кисточки. И на горлышке он может заполимеризоваться очень-очень быстро. Поэтому прячьте его. Четыре типсика. Я столько подготовила слайдеров и наклеек. Ух ты, как красиво, посмотрите. Красотища. Такой, как прорезиненный. Так, капельки у меня есть, вот такие акварельные капельки от этой же марки, которую мы сейчас с вами проходим. Вот желтенького не хватает. Но они, конечно, ядреные, эти капельки. С ними можно перещедрить. С легонца. Так, хопа, 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 размываем. Вот такая быстрая кисточка высохла. Я вам говорила, что этот матовый топ хорошо подойдет для акварельки. Так что, вот, имейте это в виду. Так, здесь мы сделаем другой цвет. Видали? Ядрен батон какой. Так. Окей. Дальше что? Что у нас тут еще есть? Какой тут? О, надо было нам вот этот лучше синий. Круто. Если бы синий на синим, да? Найдем такую грязюку. Вот так и выглядят все дизайны, которые современные. Непонятно, что они изображают. Вот, сочетается, несочетаемая. Так, а сюда тогда я сделаю уже. Пусть будет тоже такой. И розовенький. О, норм. Все это высыхает на воздухе. Будто все разные дизайны. Надо теперь подождать, чтобы все хорошенечко высохло. И дальше продолжим. Думаем, подумаем, думаем, подумаем. Возьму побольше вот такую. Для ногтей она великоватая. Тут маленькие есть для ногтей. Здесь вот для длинных ногтей. Но тут их хватит. Сейчас посмотрим, на матовый приклеится. Потому что матовый достаточно гладенький. Приклеился. Отлично. Но в любом случае надо будет закреплять. Матовый мне нужен был для того, чтобы растеклось все то, что я тут сделала. Так, здесь что мы возьмем? Давайте здесь я возьму какой-нибудь треугольничек. Вот такой. А что белый? Ну, ладно, белый. Значит, сюда черный треугольничек, который у нас пойдет вот сюда. Беленький квадратик. Вот такой. Какой? Ну, вот такой. Так. Отлично. Белую возьмем какую-нибудь веточку. Белых тут мало, черных больше. Обидно, да? Пусть бы было больше. Таких и таких одинаково надо делать. Вот так приклеиваю их. Один на другой. Здесь у нас будет другая веточка. Так, беленькую еще возьмем. Надо еще этих заказать. Тут что-то они у меня сильно быстро куда-то исчезают. Вот они хвостиками сошлись. На любом этапе можно остановиться. Вы же помните, как я вам про это каждый раз говорю. Здесь тоненько базу нанесу. Вот имейте в виду, что все промежуточные какие-то нанесения, они должны быть достаточно тоненькие. Не надо делать толстых слоев. Потому что некоторые могут написать, вот толсто, зачем толсто. Сейчас я буду наклеивать слайдеры и мне надо, чтобы у меня уже была не матовая, а скользкая поверхность. Вы любой этап можете исключить, любой этап можете передвинуть. Вот допустим, я же на матовом хотела все это, растекашечку сделать, да? Поэтому сделала матовая. Если не хотите растекашку, то можете сделать другую растекашку. Все в ваших силах и желаниях. Сюда и сюда нанесу базу тоненько. Заодно закрепятся вот эти наши наклеечки, у которых они иногда не держатся. Кстати, те тоже я сейчас перекрою, потому что у меня дальше слова будут. И мне нужен именно вот такой вот глянцевый, гладенький, гладенькая и скользкая поверхность. Давайте я попробую вот эту вот базу. Она же как база идет и как топ идет. Может это топ безы? Как это может быть? Я не понимаю. Я этого не понимаю. Но она очень густая для базы, поэтому нанесу тонко-тонко-тонко. Конечно, желательно, это я сейчас выпендриваюсь. Знаете, чтобы в видео было. А если вы берете базу, то лучше брать промежуточную вот такую базу тонкую, которая тонко наносится, жиденькую. Даже можете специально для вот таких вот действий, для перекрытия слайдеров, все такое, отдельную базу взять или топ с остаточной липкостью. Ну, жиденькие, чтобы были. Сразу-то матовая красота. Красиво же матовая. Мне тоже нравится матовая. Из-за того, что эта база густая, я поэтому эту дым-сюдым по негладкой поверхности, она плохо скользит. Поэтому я ее опа-опа так разношу как... Ну, в принципе, она выравнивается, но все равно. О, выступил у меня слайдер. Надо будет потом, когда он закрепится, его пилочкой пройтись. Так, смотрю, чтобы не было нигде лужиц. Ну, я, наверное, как топом потом закреплю или нет, не знаю, короче говоря. Не знаю, зачем мне эта ерунда. Капельки закрываю. Все, закрываю, чтобы не разлить. Просто больше открываешь, закрываешь, чем это все делаешь. Продолжаем фиячить. Так, здесь мне не хватает, не хватает чего-то. Я хотела еще сюда добавить. Сочетание. Я вам показываю техники. Вы уже сами решаете, что вам надо из этого, что вам не надо. Так, 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 так. Блин, вот это лучше, да? Вот так. Так, здесь слайдер расправляем. Здесь его можно еще на него нанести. Можно вот праймит для того, чтобы поджечь края. Под расплавить, поджечь. Ну, зря, конечно, зря я это. Ладно, пусть будет так. Вот так пускай. Чистый кайф. Вот сюда вот как раз идет эта наклеечка. Можно было, конечно, другой стороной развернуть. Тоненькие слова. Тоненькие, тоненькие. Маленькие словечки, тоненькие. Плохо видно, поэтому на более светлую. Так, осталась одна. Есть такое более, более толстенькое слово. Можно его приклеить вот сюда. Отправлю в лампу немножечко, чтобы слайдеры прихватились. Базой вот этой вот закреплю. Ну, уж есть она, куда деваться от нее. Все, сейчас закреплю. Ну, здесь вот немножечко надо убрать, чтобы не оторвалось. Здесь уже можно выравнивающим слоем базы, если вам достаточно дизайна. Ну, сейчас я по топу буду еще работать, потому как у нас же еще есть это наше GMT, которая 5D. Вот это вот непонятно, но E5D. Так как это база, можно перевернуть. Здесь уже все, завершающий слой. Можно, да, выровнять, если что-то. Кстати, можно еще добавить, знаете что? Ну, это сильно уже будет, наверное, наворочено. И опять мне напишут. Можно добавить еще какую-нибудь фольгу. Например, отрывную, переводную, немножко, кое-где. Вместо вот этих вот разводов можно добавить, тоже отпечатать на остаточную липкость чего-нибудь, что у вас есть. Отпечатать матовую фольгу, тоже будет красиво смотреться. Все запечатываем, чтобы нигде ничего не торчало и не мешало. Любой бугорок, он со временем эксплуатации, когда клиентка будет носить ногти, любой бугорок, он как бы выступающая часть от слайдера, там еще что-нибудь, она потихонечку стешится, стешится, и в итоге разгерметизируется, и тогда будет, отойдет слайдер. Слетит. А напишите в комментариях, вы что больше любите? Слайдеры водные или наклеечки, которые можно приклеивать, примеривать? У кого-то есть поклонники слайдеров, у кого-то есть поклонники наклеечек. Я даже не знаю, у меня как бы все равно. Здесь у меня на палитре, вы же помните, что я на палитру здесь установила, чуть-чуть они подплыли, но уже прошло много времени, пока я тут все делаю, уже прошло много времени, но все равно они на месте, вот такие вот капельки, капельки дождя. У базы есть остаточная липкость, такая она, знаете, жирная, такая, как бы липкая очень, на нее, наверное, что-нибудь хорошо будет отпечатываться. Ругайте меня, не ругайте, я хочу, я хочу матовым перекрыть. А вы уж сами или глянцевым, или матовым, это уже все, финишное покрытие завершающее, здесь уже сами решайте, кто какое любит. И, кстати, напишите мне в комментариях, какой вы любите матовое. Надо еще найти слова беленькие, у меня, кстати, нету белых, или есть? А, есть один слайдер с белыми словами, ну там одна и та же фраза по всему слайдеру, надо поискать другую. Хочется мне матовое. Я этим матовым топом делала до выравнивания, и все прекрасно. Знаете, когда бывает выравнивание кривое, оказывается, то матовый топ, он всю эту кривизну вам подчеркнет, и хочется где-то еще подровнять, и вот можно матовым, именно этим топом, можно подровнять. Мне вот этот нравится. Какой-то он странный, но мне нравится. Ну ничего, так вроде симпатично получилось. Чего попало, поналепило? Вроде ничего так. Сейчас можно эти слайдеры, наклейки найти, какие хотите. Я сейчас прям кайф испытываю. Я ищу на Валберес какие-нибудь уникальные, какие-нибудь интересные. Так много люди придумывают, у людей фантазия. Вроде ровненько, все красиво. Отправляю в лампу. Если они рекомендуют его использовать как финиш, то это финиш с остаточной липкостью. Имейте в виду, и для базы это нормальная густота, а для финиша густоватая. О, красота-то какая получилась. И на матовом, круто. Нормально, да, они там в лампе стояли. Он застыл, короче. Он застыл на воздухе. Точно так же себя ведет джемтигель на воздухе. Он застывает, поэтому всегда рекомендовали закрывать баночку. Да ёшкин такой. Ну нет, ему уже работать, конечно, тяжело. Видите, я для вас это все провожу, чтобы вы понимали, чтобы вы знали. Но все равно потом пишут, потом начинают меня чем-то обвинять. Хотя я все стараюсь настолько подробно рассказывать. Вот вы понимаете, да, что на воздухе застывает. Ну, как бы схватилась она. То есть это у нас уже будет глянцевая часть, выступающая. Если она вам не нужна, не делайте. Я бы, если честно, тоже не делала. Нафиг она надо? Ну, показать-то надо. Можно сделать колечко, можно сделать вот такое вот что-нибудь объемненькое. И если у вас под низом какое-нибудь блестящее, то в этом случае этот гель будет как линза усиливать блеск. Ну, так как у нас нету ничего блестящего. Вот так вот. Вот делаем объем и отправляем в лампу. На сайте у них варианты такие, как бы колечки на ногтях такие. Мне кажется, это сейчас тоже модно. Не обязательно это делать ровненько. Вообще, оно здесь как ни Ксионе город. Да? Ладно, пусть будет. Это как раз вот такой объем, который клиентам мешать не будет. Вот такое вот получилось. Что-то такое вот получилось. Вот. Можно вот этот треугольничек запомнить, да? Я не скажу, что он прям такой податливый, легкий в работе. Смысл понятен, да? С Валбересом мне пришло и подарок. Спасибо большое. Я знаю, кто это упаковывал. И большое-большое спасибо, кто это упаковывал. Я с удовольствием съем конфетку. Я знаю, кто это сделал. Спасибо. Конфетка, это прикольно. Я люблю конфетки. Ссылочка будет, если что, в описании. А, нет, не в описании, в телеграм-канале. Я же говорила. И вот такой вот пришел мне серенький. Тоже будем потом тестировать. Вот так я сделала. Да? Вот так вот. Можно же сделать? Можно. А кто нам помешает? О, вот так вот, как лег, так пускай будет. Вот. Прикольно. Конечно, мы раньше слайдеры разукрашивали, но так как это уже сейчас не модно, вот это теперь модно. Думаю, что этого достаточно. Интересно так получается. Убираем вот здесь вот, если что-нибудь торчит, торчит, чтобы сразу убрать, чтобы потом не пилить. Ну, прикольненько получается. Ну, что ж, вот такое я вам сегодня показала. Я, если честно, даже не знаю, полимеризовать это или все-таки стереть, как вы думаете. Я все же решила заполимеризовать вот эти вот дизайны, потому что мне стало интересно, я же вам не сказала, есть ли остаточная липкость на вот этих вот гелях. Нет, остаточной липкости? Нет, они высыхают без остаточной липкости. Перекрывать ничем не нужно. Так что вот я все-таки, я все-таки заполимеризовала. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Увидимся очень скоро в новых видео. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok